МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По новой схеме, как Кабмин предлагает проводить приватизацию госпредприятий. Очередной теракт, кто стоит за взрывом на Манчестер-арене и как Великобритания приходит в себя после трагедии. Мов на квота на Телебатшине. Парламент сегодня проголосовал за закон, который существенно изменит телевизионный эфир. Теперь украинский язык зритель будет слышать чаще. Какие квоты предусматривает документ, когда фильмы начнут переводить и что грозит телеканалам за нарушение новых правил. Все детали в моем материале. По традиции, свой день нардепы начинают с выступлений. Заготовились список требований и претензий. Сегодня люди требуют иметь качественное медическое обслуживание, которое практически исчезло в Украине и держится на двух стовпах денег людей и энтузиазме лекарев. И что делает Залежный парламент? Залежный парламент остановит реформу, которую начал тот же Залежный уряд. Мы имеем очень стыслые термины, что до конца шестой сессии основа медической реформы и направления ее реализации должны быть закладены под этим куполом. Украинская медичная галузь потребует докоренных изменений, фундаментальных реформ и обновления. На Кабмин упывают и другие фракции, и не только в части медицинской реформы, которую, к слову, сами же нардепы на прошлой неделе провалили. Одни святают на пенсионные инновации, другие хотят отчетов. Реальная пенсионная реформа, которую они пропонуют, де-факто будет увеличивать страховый стаж. Люди, которые не пропрацуют 35 лет без перерывного страхового стажа, не будут иметь право отримать пенсию по веку. Пропоную заслушать детальный звит уряду. Без политического шантажа народных депутатов, можливою отставку к Кабмину. Хочу нагадать, что в всех краях голосуют за доверие уряду. Нам нужна конкретная программа, что стабилизация экономической ситуации в Краине. Необходны реальные структурные перетворения в социальной сфере. Но после выступлений нардепы приступили к повестке дня и первым делом к закону о квотах на украинских телеканалах. Цим законопроектом предпочитается введение 75% квоты намовленной государственной мовой на украинском телебачке. Законопроект авторства нардепов из Народного фронта обсуждают около часа по очередной голосу о заправке. В итоге большинство в зале насобиралось и документ утвердили. 269 за. Закон принято. Теперь 75% эфира на общенациональных каналах и не менее половины на региональных должны транслироваться на украинском языке. Выпуски новостей тоже будут на украинском. Фильмы обяжут либо переводить, либо тетровать. Если канал не будет следовать требованиям, придется заплатить штраф 5% от размера лицензионного сбора. На адаптацию каналам дают время, закон вступает в силу только через 4 месяца. А на перевод фильмов предусмотрен еще год. Передача та фильм, выполненный украинской мовой, вважается в том разе, если все реплики ведущих выполнены украинской мовой, або если это фильм, то он должен быть обязательно дубленный украинской мовой. Именно дубленный, а не субтитрованный и не озвученный. Дубляш – это очень коштовая процедура и она достаточно тривала. Поэтому законодатель дает переходный период – год. Даже спадщины Радянского союза, то есть Радянские фильмы, не будут титуроваться. То есть переозвучки их не будут. Каждый канал и каждая асоциация, она должна пораховать, сколько нужно на переобладнание, на покупку нового обладнания, там субтитры и так далее, и доповести. Все фракции голосовали за единственную фракцию, которая выступила против оппозиционных блоков правок. К закону там разработали больше всех, но большинство из них зал провалил. Теперь же в полицейле намерены обращаться в Конституционный суд, считая принятый закон наступлением на права и свободы граждан. А пока зарегистрировали законопроект об отмене квотного закона. Это один из элементов прогресса в информационной войне. Потому что люди очень легко сегодня перейдут с украинских каналов на сопутниковое телевидение, которое не заборонено. Мы считаем, что термин, который предъявлен законом на его запроведение, 4 месяца, недостаточно, чтобы все телекомпании подготовились. Если большинство больших каналов еще способны это сделать в этот термин, то много региональных каналов просто не способны за этот час подготовить и иметь в достатной количестве качественного украиномовного материала. Принятие закона о квотах стало самой громкой темой в парламенте. Теперь нардепы готовятся к другому обсуждению, генеральному. Завтра в радость отчетам придет Юрий Луценко. Правда, принесет ли представление на лишение неприкосновенности трех нардепов для всех в парламенте – загадка. Нас интересуют, как расследуются карные дела про коррупцию поточной влады. Потому что мы много слышим о том, какие поганые были попередники, так званые, в 2014 году, но уже прошло три года. Жизнь не станет лучше, коррупция не станет меньше, война продолжается. Про все это хочу спросить у прокурора. Отчет генпрокурора запланирован на завтра, в полдень. До этого часа продуктивных голосований прогнозировать, очевидно, не стоит. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности – телеканал «Интер». Вопрос языковых квот в Украине сегодня подняли и в бельгийском парламенте. В Брюсселе субпредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул встретился с одним из руководителей парламентского большинства Бельгии, главой фракции реформаторского движения Денисом Дюкарма. По словам Вилкула, европейский политик раскритиковал закон о квотах, назвав его нарушением европейской хартии. В Бельгии три официальных языка. Поэтому здесь введение 75-процентных квот на телевидение тоже никто не понимает. Мы все-таки должны строить нормальную, толерантную Украину, в которой всем будет спокойно, мирно и комфортно жить. Новая попытка рейдерского захвата телеканала «Интер». Именно так в оппозиционном блоке прокомментировали запрет на въезд в Украину Игорю Шувалову, замдиректора по развитию компании «Национальные информационные системы». Тему продолжат наши корреспонденты. Репрессии против менеджмента «Интера» вместо наказания поджигателей новостной студии. Нардеп от оппозиционного блока Юрий Павленко заявляет о новых попытках рейдерского захвата телеканала. Заборона на въезд Игоря Шувалова – это доказ, что влада посилюет політичные репрессии. Вместо того, чтобы найти подпалювачев «Интера», влада совершит рейдерское захватание Найпопулярнейшего телеканала краины. Впевнены, что такими диями, разом с гучными политичными заявами, Есть ничем иншим, как наступ на свободу слова, Как намагание захопить и контролировать найпопулярнейший медиаресурс. Действительно, после поджога редакции подробностей прошло 8 месяцев. Но до сих пор ни одного подозреваемого, не говоря уже задержанных или осужденных. Ни заказчиков, ни исполнителей следствие установить не может. Или не хочет. Полиция даже не все улики удосужилась забрать. Сотрудники компании нашли в здании 4 каски налетчиков, зажигалки, газовые баллончики. Тогда свое собственное расследование провели оппозиционеры. И, как выяснили, организаторами атаки на новостейную редакцию «Интера» были члены партии «Народный фронт», в частности, глава МВД Арсен Аваков. Курировал нападение его тогдашний советник Илья Кива. А исполнителями были люди с криминальным прошлым. Полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства редакции и оппозиционеров добавили статью «Теракт». А расследование передали в СБУ. Активизировать работу правоохранителей призывала и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, и представители ЕС, и члены Национального союза журналистов. Базово какие-то очень брутальные случаи порушений прав журналистов или масс-медиа, они пребывают на контроле международных журналистских организаций. Это такие случаи, как убийство журналистов, або как подпали национального телеканала «Интер». Такой попыткой вполне может быть и запрет на въезд в Украину Игорю Шувалову. Каковы правовые нормы такого решения, неясно. Ведь законы он не нарушал. Работал на «Интере» на законных основаниях. Кстати, это не первая попытка выдворить Шувалова из страны. Это хотели сделать еще при Януковиче в декабре 2013 года. Редакцию подробностей прошлая власть напрямую обвинила в работе на Евромайдан. Тогда же Шувалов и его команда были отстранены по требованию Януковича от подготовки новостей. Уже после Майдана он вернулся на «Интер». А попытки запретить ему находиться и работать в Украине, начал яростно предпринимать Народный фронт. На этот раз за конструктивную критику. В эфир выходило много материалов, в которых критиковали бывшего премьер-министра Яценюка. В том числе и за провальный проект так называемой «Евростины». Стоит учесть, что миграционная служба, которая приняла решение о запрете на въезд для Шувалова, под непосредственным управлением фронтовика Авакова, как одна из структур подконтрольных МВД. Так что все это очевидный политический заказ. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интер». Двух сотрудников Киевской патрульной полиции будут судить за избиение прохожего. Прокуратура направила в суд обвинительный акт. События произошли в ноябре 2016-го возле одного из киевских гаражных кооперативов. Полицейские набросились на мужчину, снимавшего на телефон копов, который проверяли на алкогольное опьянение водителя. Случайного свидетеля избили, отняли телефон и удалили видеозапись. При этом не учли, что их действия фиксировала уличная камера видеонаблюдения. Потерпевший написал несколько заявлений в полицию, но в столичном главке подтверждения неправомерных действий сотрудников не нашли. А вот в прокуратуре заметили превышение служебных полномочий. Обвинение предъявлено патрульным грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Напомню, осенью 2016-го года глава МВД Аваков пытался пролоббировать законопроект о презумпции правоты полицейских, который содержит в том числе и запрет на видеосъемку. Но народные депутаты и общественность резко осудили такие поправки, как неконституционные. Фрагменты видео исчезли и в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. И все это уже после того, как данные попали в СБУ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра внутренних дел Вадим Троян. По его словам, после этого резонансного убийства спецслужбы отказались возглавить расследование. Троян подтвердил и факты исчезновения видео из материалов дела. Ранее журналисты провели свое расследование и выявили, что СБУ изъяло видео с камер наблюдения на одном из соседних домов. А когда вернуло, некоторые данные были попросту стерты. Кроме того, коллеги убитого Павла Шеремета нашли бывшего СБУшника, который засветился на кадрах в ночь накануне убийства. Произошло все, напомню, 20 июля прошлого года в центре Киева. В машину, на которой журналист ехал на работу, подложили взрывчатку. Павел Шеремет умер в карете скорой помощи. В СБУ уже назвали эту информацию неправдивой, а комментарии замглавы МВД недостаточно квалифицированным. Служба безопасности действительно изымала 4 жестких диска, говорится в заявлении ведомства, но никаких данных там не уничтожали. Их, утверждают, вернули правоохранителям без повреждений. Да и у МВД нет доказательств, что записи были стерты. Минюст пустит Одесское и Черновицкое СИЗО с молотком. Конкурс о продаже следственных изоляторов уже объявлен. Об этом сегодня на брифинге сообщила замминистра юстиции Наталья Севастьянова. Конкурс проведут по принципу государственно-частного партнерства. Подробнее далее в материале. Минюст распродает СИЗО. В Одессе уже выставлены на конкурс 4 участка. Их площадь около 20 гектаров. Черновицкий изолятор, который находится в центре города, тоже продается. В Минюсте заявили, готовы выставить на аукцион все 100 подведомственных СИЗО. В феврале этого года стартовали продажи Лукьяновского и Львовского СИЗО. В Минюсте тогда заявили, это начало большой и успешной пенитенциарной реформы. И уверяли, в пользование инвесторам отдадут территорию СИЗО. Однако здание киевского изолятора имеет историческую ценность. В Минюсте заявили, сносить СИЗО не позволят. Теперь же, по словам Севастьяновой, на месте Лукьяновского изолятора инвесторы предлагают построить ночной клуб или элитные дома. По мнению экспертов, СИЗО будут покупать в столице и областных городах с целью захвата дорогой земли. Лукьяновский СИЗО курирует Минюст, мозгом которого является «Друзьям всего врагам закон», то нетрудно предположить, что надо смотреть на друзей Минюста. Наверняка они появятся, поскольку вопрос коммерчески очень вкусный. Ведь при средней стоимости в районе Лукьяновки квадратного метра около 1000 долларов, речь идет по 100 тысячам квадратных метров. У нас 20 тысяч человек приблизительно находятся в местах предварительного заключения. Где эти люди будут жить, если пока что новых объектов, новых мест содержания не построено? Как бы это все не превратилось в очередную какую-то аферу? Когда государство потеряет свое имущество в центре города. О проколах в работе пенитенциарной службы, за которую отвечает глава Минюста Петренко, сегодня заявили и в ГПУ. Так, в 88-й колонии Запорожской области заключенные несколько лет занимались печатанием фальшивых денег. Об этом сообщают в Генпрокуратуре. Во время проверки исправительного заведения правоохранители обнаружили фальшивые деньги и оборудование для их изготовления. Всего же заключенные напечатали около 3,5 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и более 45 тысяч гривен. Следствие установило, что трудились фальшивомонетчики под патронатом администрации. Напомню, о других скандалах с участием министра юстиции Павла Петренко накануне сообщил национальный антикоррупционный портал. По сведениям журналистов, в конце 2015 года Петренко поспособствовал своему коллеге по фракции нардепу Сергею Пашинскому в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. Якобы Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекла внимание журналистов портала и декларация чиновника. В мае этого года Петренко указал в документе почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона зеленых на депозите во счетбанке. Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин. Подробности в телеканал Интер. А главный радикал страны одолжил жены 60 тысяч долларов. Олег Ляшко внес изменения в свою электронную декларацию. По новым данным, нардеп имеет перед супругой финансовые валютные обязательства. При этом Ляшко оформил на гражданскую жену новоприобретенную дачу и земельный участок в Киеве площадью 60 соток. Стоимость недвижимости нардеп не указал, а вот немалый пайс столичной земли обошелся декларанту всего в 148 тысяч гривен. Эксперты рынка утверждают, один только дом в элитном поселке под Киевом оценивается в 15 миллионов гривен. Земля за сотку в этом районе стоит от 5 тысяч долларов. Откуда деньги у Олега Ляшко на элитную недвижимость в Киеве, проверяет НАБУ. Лидеры радикальной партии подозревают в незаконном обогащении. И это при том, что ни Ляшко, ни его жена официально не владеют бизнесом. На вопрос, откуда взялись средства на такие роскошные приобретения, главный радикал прямо не отвечает. Впрочем, громкое расследование не помешало ему затеять ремонт в новом имении. Также нардеп, не скрываясь, 7 мая отправился в Вену. Компанию ему в очередной раз составили друг и кум Юрий Сухин и киевский студент Даниэль Лайс. Во время поездки политик посетил элитный альпийский курортный городок Лагенфурт. Этот отдых Ляшко не отразил в своей декларации, как, впрочем, и новогодние каникулы в Таиланде. Только авиабилеты в Пхукет, по данным СМИ, обошлись ему в сумму более 100 тысяч гривен. Нардепы всех фракций обратились в НАПК с просьбой проверить недешевый отдых парламентария. Коллеги Ляшко, в частности Надежда Савченко, уверены, однопартийцы и главный радикал приторговывают голосами. А вот история с миллиардами Януковича и их конфискацией рискует превратиться в большой пшик. Внезапно нашлись хозяева денег, кипрские офшоры. Семь кипрских инвестиционных компаний уже подали апелляцию на решение Краматорского суда о конфискации полутора миллиардов долларов. Об этом говорится в открытом письме за подписью адвокатов. В нем конфискацию называют незаконной. Более того, тех, кто решил изъять деньги, требуют привлечь к ответственности. Для этого уже обратились в НАБУ с заявлениями о преступлениях должностных лиц счетбанка. Ведь, по утверждению защитников, интересов Януковича решения конфискации в едином реестре нет, но его уже исполнили. В то же время генпрокурор Юрий Луценко ранее утверждал, с апелляцией никто в суд не обращался, а решение конфискации средств, принадлежащих окружению сбежавшего гаранта, напомню, стало известно 28 апреля. И в тот же день деньги перечислили в бюджет Украины. Не успели разобраться с миллиардами Януковича, как нашли новые, но уже миллионы. Речь о зарубежных активах беглеца и его окружении. Общая сумма находки – порядка полумиллиарда долларов. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам экономической политики на орде Поднародного фронта Владимир Кривенко. По его словам, это еще не конец. Вот только как их будут возвращать, об этом фронтовик умолчал. 22 погибших, 59 раненых в Великобритании. Масштабный теракт, взрыв во время концерта в Манчестере. Террорист-смертник пронес пояс со взрывчаткой на стадион, где находились тысячи людей. Наш британский субкор Оксана Кундеренко собрала все подробности трагедии в сюжете. Концерт, который закончился трагедией. Поп-звезда, кумир молодежи Ариана Гранде как раз завершила выступление на Манчестер-арене, когда в толпе, в фойе раздался мощный взрыв. В помещении находились 18 тысяч человек, многие из которых подростки. «Бегите!» – кричала людям охрана. В панике все мчались на улицу, а раненые оставались лежать на полу. Многих людей сбили с ног, многие потерялись в хаосе. Люди вокруг кричали и плакали. Родители несли детей на руках, пытались убежать оттуда. Мы пробрались через главный вход. Все вокруг толкались, я видел кровь. Это был сущий кошмар. Полиция прибыла на место события молниеносно, перекрыла территорию. Парамедики оказывали первую помощь раненым просто на столах, которые были внутри арены. Сейчас пациенты, в основном с ранами от шрапнели, весьма серьезными, находятся в госпиталях по всему городу. Но некоторые семьи все еще в отчаянии ищут своих детей среди живых или мертвых. Это моя дочь Оливия. Я не видела ее с пяти вечера вчера. Она была на концерте Арианы Гранде. Если кто-то ее видел, пожалуйста, позвоните в полицию. Даже если вам показалось, что вы ее видели, дайте полиции знать. Умоляю. Теракт. Именно так классифицирует полиция то, что произошло вчера вечером. Нападавший это мужчина, который сумел пронести на концерт самодельную бомбу. Следователи выясняют, кто ему пособничал, и призывают не спекулировать насчет личности террориста. Ее установили, но не разглашают. Известно, что арестован 23-летний соучастник. Нападавший погиб на месте события. Я могу это подтвердить. Мы выяснили, что при нем была самодельная взрывчатка, которая сдетонировала и привела к жутким последствиям. Меры безопасности ввели на самом высшем государственном уровне. В Лондоне собрался чрезвычайный комитет Кобра. Премьер Терезамей сразу после заседания отправилась в Манчестер. Этот теракт отличается особенной отвратительной трусостью, прицельно направленной на невинные беззащитных детей и молодых людей, которые должны были наслаждаться одними из самых запоминающихся вечеров в своей жизни. Британские политики из-за траура прервали избирательную кампанию на пороге досрочных парламентских выборов. В Соединенном Королевстве повышен уровень террористической угрозы. Тревога, даже паника. Усиленные меры безопасности распространяются на территорию всей страны. Здесь, в Лондоне, увеличивают количество вооруженных полицейских патрулей. А сегодня утром эвакуировали одну из самых больших автобусных станций, Виктория. В помещении нашли подозрительный пакет. Похоже, ежедневная угроза терактов становится для жителей Великобритании реальностью. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Полиция уже обнародовала имя предполагаемого исполнителя теракта. Это 23-летний Салман Абидим. Гражданство террориста пока неизвестно. В СМИ также говорят, британская разведка знала об обиде ранее. Сейчас Оксана Кундеренко уже в Манчестере на месте событий и с нами на прямой связи. Оксан, здравствуй, расскажи, какие последние новости и что происходит в городе сейчас. Добрый вечер, Катя. Сейчас мы находимся на площади Альберта в Манчестере, где в эти минуты проходит памятная церемония. Акция спонтанная, но очень многочисленная. Присутствует мэр города. Свои соболезнования выразила королева Елизавета II. Горожане несут цветы и свечи. Панихида началась с минутой молчания. В результате кровавого теракта погибли 22 человека, имена которых только начинают называть. 12 из них дети. Сафи Роузрусс, 8 лет. Георгина Календер, 18 лет. Каждая жертва террориста-смертника – это чей-то родственник, чей-то ребенок. Ответственность за содеянное взяла на себя группировка «Исламское государство». По данным полиции, действовала целая сеть террористов. Спецслужбы уже провели серию рейдов, обезвредили еще одну взрывчатку и арестовали мужчину 23 лет возможного пособника. Сам смертник, скорее всего, был британцем, неприезжим. Идет расследование, к которому подключился Интерпол. Стоит отметить, что горе сплотило жителей Манчестера. Еще вчера на улицы выезжали таксисты, чтобы бесплатно развести по домам напуганных свидетелей теракта. Местные жители открывали двери своих домов для тех, кто приехал на концерт из других городов и кому негде было переночевать. Сегодня все ринулись в больницы сдавать кровь. Волонтеры помогают разыскать пропавших без вести. Оксана, спасибо. Это была Оксана Кундеренко из Манчестера. Приватизация госкомпании через систему Прозора. О такой идее правительство и фонда госимущества сегодня рассказал премьер на открытии 13-го мирового форума по закупкам профессиональной этики и управлению. В этом году конференция проходит в Киеве. На форум съехались представители 22 стран, чтобы поделиться опытом борьбы с коррупцией в сфере госзакупок. Еще недавно Украина имела достаточно закрытую систему государственных закупов, которая была абсолютно зарегулирована, не Прозора, которая приносила нам 10-миллиардов, я не побоюсь этого слова, взбитки. Через систему Прозора была проведена закуповая почти на 700 миллиардов гривен. С момента впроваджения досягнута экономия бюджетных коштев 24 миллиарда гривен. Авдеевку снова обстреляли из градов. В этот раз боевики накрыли огнем жилые дома. Пострадал один местный житель, сообщает в штабе АТО. При этом украинские военные после удачных контратак нанесли значительный урон боевикам. Наш корреспондент Руслан Смещук сегодня побывал на передовых позициях ВСУ. Этот постапокалиптический ландшафт, армейские позиции на так называемой Бутовке, вентиляционном стволе шахты между Авдеевкой и Донецком. Бетон и железо искорежены взрывами. И каждый день появляются все новые шрамы. При обстреле наших позиций боевики используют тяжелейшие калибры, которые оставляют вот такие огромные воронки. Вот такие подарунки нам прилетают из Сепарева, из Донецка. И это еще не самые опасные снаряды, которые прилетают к этим позициям ВСУ. Обстрелы из калибров поменьше, военные зачастую вообще не замечают. Хуже АТО. В АТО ты один раз уходишь, а тут за день сколько раз уходишь в АТО. Было, конечно, страшно все, погано там все было, так дужно. Но выжили, простояло. И не только выстояли, но и оттеснили противника от своих позиций. Перестрелки здесь ведутся на очень коротких дистанциях. Раньше 15, 20, 25. Самый ближайший 15 было на моей службе. А сейчас боятся уже. Когда же выдается минута спокойствия, без дела бойцы не сидят. Укрепляем позиции, облаштовываем. Мы раньше непогано попрацювали. Но как я в свободный час, то всегда пытаемся что-то удосконалить. Но тишина здесь явление временное. Ну вот сейчас началась стрельба. И пошли взрывы. Как нам говорят, это работают боевики по соседней промзоне, по защитникам промзоны. Нас увозят с позиций. По данным разведки, в последние несколько дней противник понес существенные потери. Поэтому вероятность активных обстрелов с его стороны довольно высокая. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук и Диана Клочко. Подробности телеканал Интер. Вы смотрите подробности, в каких шокирующих преступлениях признался сегодня одесский таксист-убийца. И почему он просит для себя смертную казнь. Об этом и не только вы узнаете после короткой рекламной паузы. Блокпост с душком, на что пошли львовяне в борьбе с отходами. Дайте денег. Врачи вышли к Кабмину требовать перерасчета зарплат. Что услышали в ответ? Очередная резолюция. Успокоит ли Китай Северную Корею? И что США требуют от Пекина? Жители Львова пошли на радикальные меры в борьбе с тоннами отходов. В городе соорудили первый в Украине мусорный блокпост. Подействовал ли протест на городские власти? Узнаем у Галины Якушко. Баррикады из мусора соорудили жители улицы Кондукторской. На въезде установили своеобразный шлагбаум из деревянных ящиков. Отходы разбросали по дороге. Так люди пытались добиться того, чтобы отходы, которые пролежали здесь больше двух месяцев, наконец-то вывезли. Заплатите за вывезь сметча, заплатите. И тебе смс-ки приходят, что вы не оплатили. Я говорю, а что я маю платить? За что? Мне кто-то секунду надал, он надал послугу? Я маю ходить, то вот, дивитесь, а нюхать. Дуже смертить под веком. Той запах. Мог бы садой уже что-то срабатывать. Сегодня блокпост разобрали коммунальщики. Приехало человек 10. Сидели на тачках, ждали мусоровоз. Вонючую кучу обещали убрать до вечера. Тоже две машины вывезли. Мы это все грузим, но машину вывозили. Перевезники не вывозят. А это ужасающее видео жительница Львова выставила на своей страничке в фейсбук. Прямо возле ее дома, в мусорной горе, нашли пристанище грызуны. В мэрии обещают, немедленно проведут дератизацию. То есть обработают подвалы, где живут крысы специальными растворами. Если внешняя температура воздуха больше плюс 5 градусов, и больше дней на воздухе смертей, переездник должен проводить дезинфекцию своих пронакопиченных мэрданчиков. А вот еще одно видео. Городок Золочев, местная свалка, практически в центре фура. Загрузила в отходах. По предварительным данным, грузовик привез львовский мусор нелегально. Подвину водитель сбросил, остальное не успел. А где вы сами загружали? В Львове? В Львове. На смертезвалище какому-то ревскому, в ЖЭКу, в коммунальном предприятии. Где сам? В коммунальном предприятии. Как? Я не знаю, в коммунальном предприятии. Грузовик правоохранители изъяли, до выяснения обстоятельств. В Глины и Кушки, Юрий Голубинка, подробности телеканал «Интерльвов». Они и рады бы жить на одну зарплату, да и ту. С Нового года платят не всю. Врачи из нескольких областей Украины собрались сегодня возле Кабмина на митинг, требовать свои заработанные деньги. Подробнее далее в сюжете. За плату! За плату! Несколько сотен медиков у стен Кабмина просят отдать заработанные. Ведь с 1 января врачи экстренной помощи не получили причитающиеся им надбавки за особые условия труда, за выслугу лет и спецстаж. Если мне должны дать, скажем, 5 тысяч, мне дали 2. Где 3? За один месяц, 3 за другой, за треть. Кажут, мы вам там в серпе где-то отдам. Я сегодня хочу жить. Меня ЖЭК пытает сегодня, отдай гроши. Меня дитина пытает сегодня, хочу есть, а не завтра. Задержка зарплаты еще полбеды. Врачи возмущены. Чтобы получить диплом, нужно учиться 9 лет. Но в нынешних условиях, что есть диплом, что его нет, по зарплате этого не видно. Повышение минималки до 3200 гривен уравняло всех. Водей получает зарплату больше, чем получает зарплату лекарь. И вы понимаете, когда в Краине все меняется, ждали после Майдана значительных изменений. Ульяна Супру нам обещает 15-20 тысяч гривен на первую ланку. Но ни на повышение зарплат, ни на то, чтобы просто отдать долги денег в бюджете нет. Хотя профильный парламентский комитет предупреждал об этом. По результатам первого квартала, найти 3 миллиарда гривен в государственном бюджете Украины и надать их именно на фонд оплаты работы медицинским представителям для всей Украины. Для того, чтобы изменить ситуацию с рівня Левкою, потребуется 9 миллиардов гривен. И комитет Верховной Ради за охрану здоровья много раз мы обговорили эту ситуацию и обратились к уряду. Люди возле Кабмина стоят почти 2 часа, но безрезультатно. Решают перекрыть улицу Грушевского. И тогда к ним выходят замминистра. Объясняет, министерство в курсе. Нужно подождать. У нас есть в системе хронический брак финансового. Он хронический и он очень большой. Будь-яка медичная реформа, она не сможет отбудеться, если не будет лекарей, если не будет квалифицированного медичного персонала в лекарнях. После переговоров с инициативной группой в Кабмине обещают как можно быстрее передать законопроект в парламент. Врачи расходятся, но если не увидят изменений в бюджете, обещают вернуться с аксами протеста в конце июня, до того, как депутаты уйдут на каникулы. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Бессрочную забастовку уже начали сотрудники облэнерго в Черкассах. Более 4000 человек с январяне получают зарплаты. Все это время вопрос с погашением задолженности не могут решить ни на областном, ни даже на государственном уровне. Подробнее в материале наших корреспондентов. Вот так, сегодня начался рабочий день сотрудников Черкассы облэнерго. Стартовала официальная забастовка, хотя уже больше месяца энергетики проводят акции протеста. С января люди не получают зарплату. Инженер Андрей Ларин на предприятии работает вместе с отцом. Как свести концы с концами семья не знает. У меня двое неповнолетних детей, 4 и 8 роков, которые щоденно надо кормить, вызывать, одевать. Облэнерго стала лихорадить еще с прошлой осени, когда там дважды менялись главы правления. За это время накопились долги. Теперь все уплаченные абонентами деньги профильная комиссия отправляет на погашение задолженности, оставив по сути людей без зарплаты. НКРА ЕКП нам установила алгоритмы, ну можно сказать, нулевые, и у нас кошти в месяц не повертаются ни копейки, тому их просто не мы. С января вопрос с зарплатами энергетиков не могут никак решить ни на областном, ни даже на государственном уровне. Нардеп Сергей Каплин удивляется происходящему, ведь контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству. Влада не дослухается до миллионов украинцев, перед которыми мы сегодня заборговали больше 2 миллиардов гривен зарплаты. Решение наступное. Первое – страйки, и мы начинаем сегодня по всей области страйковую борьбу. Другое – это жесткая, серьезная разговор с премьером и профильными министрами. Наведение передов и повернение борьев. И третья важливая складова – мы будем перекрывать дорогу центральной трассы страны с тем, чтобы обратить внимание на проблему, которая сегодня есть в Черкасах, и другие проблемы, другие предприятия по всей стране. Сегодня 2 миллиарда винных людям за зарплату. Это ответственность государства. Пока энергетики митингуют в Черкасах, в Киеве очередное заседание Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. На повестке дня и вопрос задолженности по зарплате сотрудникам Обленерго. Правда, ничего нового там так и не сказали. Замначальник отдела по экономической безопасности уверяет, что в ближайшие дни проблема энергетиков может стать проблемой целой области. Предприятию не выделяют деньги не только на зарплаты, но и на ремонт техники. Из-за безденежа специалисты повально увольняются, и на аварии скоро некому будет выезжать. Да и не на чем. Когда эту линию не будет кому восстанавливать, потому что останется один водой или один мастер, бригады не будет, тогда я не знаю, что мы будем делать. Пока же доведенные до отчаяния люди уже в который раз решили перекрыть дорогу. Пойти на более радикальные меры и отключить электроснабжение в области они не могут. Это уголовное преступление. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Черкассы. Неожиданное продолжение дела об убийстве 17-летней студентки в Одессе. Мужчина, подозреваемый в преступлении, может оказаться серийным маньяком, который орудовал в регионе несколько лет. Новые подробности этой резонансной истории расскажет Андрей Анастасов. Подозреваемый в убийстве 17-летней Татьяны Маснюк Андрей Пеичев. Сегодня суд избирал ему меру пресечения. По данным следствия, в ночь на четверг 26-летний таксист подвозил девушку, завез ее в пригород Одессы, задушил в лесопосадке, ограбил, а затем пытался сжечь тело. Подозреваемый вместе с потерпелем направился в сторону города Черноморска Одесской области. По шляху следования до назначенного города, самое было вчинено на местное убийство потерпелем. Сам подозреваемый вину признает. Зачем совершил убийство, объяснить не может. Говорит, у него с детства спонтанные вспышки агрессии. В прокуратуре сегодня сообщили, Татьяна Маснюк была не только убита, но еще и изнасилована. Более того, полиция подозревает Пеичева в совершении целого ряда аналогичных преступлений, которые фиксировались в Одесской области, начиная с 2010 года, но до сих пор оставались нераскрытыми. Действуются и схожи за своим почерком и стилем убийства. Поэтому я думаю, что мы будем еще додатково и полиция, и прокуратура поведомляти про это. Сам же Андрей Пеичев во время интервью сознался как минимум в еще одном убийстве, совершенном якобы в Теплодаре под Одессой. Еще одно убийство было. Женщина? Да. В каком году? В 2014. В полиции уверяют, задержанный пройдет психиатрическую экспертизу. Все эпизоды с его возможным участием расследуются. Мы на сегодня понимаем, нормальный человек не может совершать такие преступления. Но такие сексуальные направленности, скажем так, это не совсем здоровый, наверное, будет человек. Татьяну Маснюк сегодня похоронили на ее родине в Житомире, где она в прошлом году закончила школу. О Пеичеве известно, что он живет под Одессой. У него и жена, и маленький ребенок. Суд оставил таксиста минимум на два месяца под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. И суда Пеичева выводили в шлеме, опасаясь за его жизнь. Сам задержанный просит для себя смертной казни. Но она, как известно, в Украине отменена. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканала Интер. Одесса. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова